Каждое утро У меня нет зеркала Вот с такой вот минутки юмора я решил сегодня начать Здравствуйте, дорогие катаны Если кто-то еще не понял, сегодня я буду делать зеркало в ванную В замечательном и горячо любимом магазине Оби Я купил вот такую вот лиственницу Называется эта штука Планкин, если я правильно помню Ширина у нее 12 сантиметров, длина 2 метра Из этого Планкина я буду делать сегодня раму Я не хотел делать обычное зеркало, поэтому решил, что рама у меня будет только сверху и снизу Из пяти штук пачки я выбрал две самые вменяемые по рисунку и по качеству И они пошли у меня в работу Так вышло почему-то, что зеркало у меня оказалось неровным По заявленным характеристикам оно должно было быть 130 на 60 Но по факту оно было сверху 129, снизу 127 на 60 Это, конечно, не усложнило у меня ни граммую работу, но тем не менее Для начала мне нужно было отрезать два раза по 130 Зеркало у меня будет вкладное, поэтому в каждой раме я выберу фрезером расстояние в 10 сантиметров Глубиной в 14 миллиметров Почему я выбираю такую большую глубину в 14 миллиметров? Потому что с задней стороны зеркала у меня будет держать 10-миллиметровая фанера Само зеркало толщиной 4 миллиметра и в общей сложности получается 14 миллиметров Просто я не хотел, чтобы фанера сзади как-то торчала или выпирала, поэтому решил ее сделать в один уровень с рамой сзади Фрезеруем несколько подходов, потому что фрезер у меня достаточно слабенький, а листницы материал достаточно жесткий Но все равно без поджога древесины не обошлось Дальше шлифовка Теперь я выбираю фрезером выемки под крепление рамы глубиной 10 миллиметров Само зеркало будет держаться на четырех вот таких вот креплениях В результате получился у меня вот такой вот бутерброд Общая толщина планкина составляет 20 миллиметров Под зеркало я выбрал 14 миллиметров И сделал три выборки по 10 миллиметров под крепление рамы сзади Для того, чтобы подвесить раму, наше крепление тоже нужно было немножко доработать Как вы видите, саморез в крепление не входит И там тоже нужно было сделать небольшую выборку глубиной буквально 2 миллиметра Прикручиваю держатели И на самом деле всю разметку по стене я делал только по верхней раме Потому что если бы что-то пошло не так, корячиться с рамой это одно А корячиться с огромным тяжелым зеркалом это совсем другое Поэтому если вы будете повторять подобный проект Я рекомендую для начала повесить только одну верхнюю рамку Ну дальше красим Сегодня это пропитка на основе льняного масла цвет дуб На задней стенке зеркала оказались заводские крепления Снять их на самом деле было совсем несложно Я просто нагрел их феном, поддел линейкой и спокойно снял Но вот, к сожалению, тот скотч, который остался под этими заводскими креплениями Оказался настолько ядреный, сколько я его не тер, сколько я его не скоблил Никуда он не девался Я уже просто начал царапать зеркало, поэтому забил Для пущей надежности зеркало, да и, в принципе, держатели рамы Я решил дополнительно закрепить на клей Клей я нашел супер момент для всего Забегая вперед, скажу, что клей действительно хороший Все склеилось быстро и очень хорошо Что ж, надеюсь, что было интересно, а главное полезно Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки А мы с вами еще скоро увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok